Добрый день! Спасибо, что решили посмотреть эту лекцию. Меня зовут Ася Катанцева, я по образованию нейробиолог, но занимаюсь научной журналистикой, то есть рассказываю широкой общественности, как устроен наш мозг и как им пользоваться. И сегодня мы будем говорить про самое главное, самое удивительное и самое полезное для жизни в свойстве нашего мозга – его способность меняться в ходе обучения, благодаря которой мы способны в принципе что-то запоминать и приспосабливаться к тем условиям и к тем ситуациям, с которыми нас сталкивает жизнь. Когда я готовила эту лекцию, мне написали знакомые Сингапура, которые в Сингапуре проводят игры «Что, где, когда?», попросили придумать для них какой-нибудь вопрос. Я придумала вот какой. По словам генетика Чипа Квина, «Идеальное Оно» обязана. Во-первых, иметь не более трех генов. Во-вторых, играть на виолончели или, по крайней мере, читать стихи на древнегреческом. И, в-третьих, делать все это с помощью системы из десяти крупных по-разному окрашенных нейронов. Кто «Оно»? Чип Куин формулировал эти условия для того, чтобы описать идеальное модельное животное, идеальный экспериментальный объект для исследования памяти. Изучать память на человеке слишком проблематично. У человека большой, у человека большой мозг, у человека в мозге 86 миллиардов нейронов. И все эти нейроны способны каким-то образом изменяться в ходе обучения, изменять свою активность или изменять силу своих связей с другими нейронами. Гораздо лучше изучать обучение на ком-нибудь более простом. В частности, главную Нобелевку за обучение дали нейробиологу Эрику Канделю, который большую часть своей работы проводил на улиточках, на морском слизне, морском зайце, так ее зовут, который называется аплизия. И Эрик Кандель отмечает, что аплизия, на удивление, близко подходит к тем идеальным критериям, которые предложил Чип Куин. У аплизии, конечно, не десять нейронов, но у нее 20 тысяч нейронов. Это тоже не так много по меркам животного. И при этом у нее есть достаточно сложное поведение. У нее, с одной стороны, есть врожденные рефлексы, а с другой стороны, эти врожденные рефлексы можно модифицировать в ходе обучения аплизии. И при этом удается найти конкретные нейроны, одинаковые у всех животных, которые в это обучение вовлечены. Вот, например, аплизия можно напугать. У нее есть трубка, которая называется сифону, которая нужна для обмена жидкостью с внешней средой. К сифону можно прикоснуться чуть-чуть, тогда аплизия не обратит внимание, не испугается, не будет тягивать жабру. К сифону можно прикоснуться сильнее, тогда аплизия испугается и втянет жабру. Но при этом интенсивность вот этой рефлекторной реакции можно модифицировать. Вы можете улиточку напугать, вы можете улиточку стукнуть током в хвостик. И когда вы стукнете улиточку током в хвостик, то она у вас станет вся на нервах, и она в ответ даже на самое слабое прикосновение к сифону уже будет втягивать жабру. С другой стороны, вы можете сделать так, чтобы улиточка привыкла. Вы можете прикасаться к ее сифону много раз аккуратно кисточкой по чуть-чуть, тогда она не будет на это особо обращать внимание и потребуется уже гораздо сильнее ее стимулировать для того, чтобы она все-таки испугалась, все-таки втянула жабру. И вот благодаря тому, что за эту реакцию отвечают конкретные нейроны, за все, что я описала, отвечает система всего из четырех нейронов. И все эти четыре нейрона одинаковы у всех животных и генетически разданы их функции, поэтому можно изучать, что происходит в нейронах, когда улитка втягивает жабры или когда она стремится делать это сильнее или когда она стремится делать это слабее. Вот есть сенсорный нейрон, который чувствует прикосновение к сифону. С него сигналы передаются на моторный нейрон, который запускает реакцию втягивания жабр. И вы можете вставить электроды в сенсорный нейрон, вы можете вставить электроды в моторный нейрон и вы можете посмотреть, что происходит. Если вы пытаетесь ослабить реакцию улиточки, много раз прикасаясь к сифону, то получается, что сначала в сенсорном нейроне каждый раз происходит много активности, выделяется много нейромедиаторов, он каждый раз передает сигнал на моторный нейрон. Но потом, по мере того, как вы прикасаетесь снова и снова, и улиточка убеждается, что ничего страшного не происходит, сама вот эта передача сигнала становится слабее. В сенсорном нейроне выделяется меньше нейромедиаторов, снижается вероятность того, что сигнал на моторный нейрон все-таки перейдет. С другой стороны, если вы улиточку напугали, если улиточка у вас оказывается вся на нервах, то в эту систему вмешиваются еще два нейрона. Чувствительный нейрон, который регистрирует сигналы от хвостика, которые бы стукнули током, еще один вставочный интернейрон, который передает сигналы дальше. Он передает сигналы на моторный нейрон, он передает сигналы на сенсорный нейрон. Это приводит к тому, что сенсорный нейрон начинает выделять больше нейромедиаторов, начинает реагировать более активно, в том числе и на прикосновение к сифону. И в каком-то смысле это уже и есть кратковременная память. Вы улиточку напугали, у улиточки активировался сенсорный нейрон, стал производить больше нейромедиаторов, и некоторое время улиточка помнит, что жизнь опасна и более интенсивно реагирует своим вот этим рефлексом вытягивания жабр. Это сохраняется несколько минут после того, как вы ее один раз стукнули током, потом все возвращается, как было. Но вы можете наругать улиточку сильно, вы можете бить улиточку током в хвостик много раз подряд, и из-за этого начинаются функциональные изменения во всей системе. Из-за этого сенсорный нейрон становится настолько активен, что начинает не просто подавать более интенсивные сигналы, а он может начинать изменяться анатомически. Он может начинать отращивать дополнительные отростки, дополнительные шипики, дополнительные синапсы для того, чтобы передавать сигналы на мотонейрон по большему количеству разных каналов одновременно. И таким образом даже более слабая активация сенсорного нейрона будет все равно запускать активацию моторного нейрона и приводить к тому, что рефлекс стягивания жабра будет реализован. То есть вот на этой простой системе Эрик Кандель описал, в общем-то, главные принципы обучения и памяти, которые впоследствии оказались универсальными для всех живых существ. Что кратковременная память – это изменение активности системы из двух нейронов, изменение активности синапса между ними – это усиление или ослабление тех сигналов, которые от одного нейрона на другой нейрон через синапс передаются. А долговременная память – это изменение самой структуры синапсов. Синапсы становятся больше, их количество становится больше, они начинают передавать информацию более эффективно. И таким образом улиточка научена тому, что жизнь страшна, тому, что жабры нужно втягивать, у нее изменилось поведение. И все эти истории, они хорошо изучены на молекулярном уровне. На молекулярном уровне хорошо понятно, какие молекулы вовлечены в то, чтобы нейроны могли изменяться в ходе обучения. Самая интересная система, которая есть и у улиточки, но есть и у нас – эта система связана с детекторами совпадений, с молекулярными детекторами совпадений, которые называются НМД-рецепторы. Как это работает? В обычной ситуации, когда вы хотите передать сигнал с одного нейрона на другой, у вас пришел сигнал, у вас выделились нейромедиаторы, нейромедиаторы подействовали на ионные каналы, ионные каналы открылись, и в следующий нейрон, на который нужно передать сигнал, начал заходить, например, натрий. После чего в результате изменилась активность следующего нейрона, сигнал пошел дальше. Это поток информации односторонний. Одновременно у вас где-то на мембране второго нейрона есть НМД-рецепторы, которые не хотят работать. По идее, они тоже должны были бы открывать свои ионные каналы, по идее, они тоже должны были бы что-то пропускать, но они этого не делают. А они это делают тогда и только тогда, когда ваш второй нейрон, на который информация передается, уже был активен по каким-то другим дополнительным причинам. Потому что на него уже пришло много сигналов, или потому что эти сигналы пришли на него не от вот этого вашего нейрона сверху, а от кого-то другого еще. В общем, по какой-то причине он был активен. Что это означает на практике? На практике эта система дает возможность формировать ассоциации. Вот, например, вы в кого-то влюблены. У вас активна нейронная сеть, которая связана с образом этого мальчика или с образом этой девочки. У вас в мозге есть какие-то конкретные нейроны, которые постоянно думают про этого мальчика или про эту девочку. С другой стороны, вы с этим мальчиком или девочкой приходите в кафе, и в этом кафе играет песенка. И у вас активируется нейронная сеть, отвечающая за распознавание этой песенки. Между этими нейронными сетями где-то есть контакт, потому что в мозге между всем и всем есть контакт. У каждого нейрона 10 тысяч синапсов, 10 тысяч контактов с другими нейронами. И в тот момент, когда вы одновременно думаете про мальчика или девочку, который с вами, и одновременно думаете про песенку, и между нейронными сетями, кодирующими то и другое, где-то есть контакт, то в этом контакте начинают работать NMDA-рецепторы, регистрирующие одновременную активность. Они обычно не работают и ничего не проводят, потому что в их ионных каналах находится ион магния, которым этот ионный канал замкнут, заткнут. Но в тот момент, когда ваша нейронная сеть, отвечающая за мальчика, активирована, когда нейроны активны, когда их мембрана деполяризована, то магний из этого ионного канала выпадает, выходит наружу, ионный канал готов проводить какие-нибудь ионы. Но это он начнет делать тогда, когда придет сигнал от второй нейронной сети, той, которая отвечает за кодирование песенки. Когда вот те нейроны активируются, тоже выделят нейромедиаторы, эти нейромедиаторы придут на NMDA-рецептор. И когда происходит одновременная активность нейронной сети, кодирующей песенку, нейронной сети, кодирующей образ мальчика или девочки, в этот момент NMDA-рецептор начинает работать, начинает пропускать внутриклетки ионы кальция. А эти ионы кальция, в свою очередь, в нейроне запускают кучу разных молекулярных процессов. Там они вызывают синтез цитлического аденозимонофосфата, который активирует протеин кеназу А, которая фосфорилирует белок Креп. В общем, там куча-куча подробно изученных молекулярных каскадов. И все эти молекулярные каскады в конечном счете приводят к тому, что нейрон начинает выращивать новые синапсы. Белок Креп проникает в ядро, в ядре запускает считывание генов. Считывание генов приводит к синтезу новых белков. Синтез новых белков приводит к тому, что у вас появился еще один синапс. У вас стала прочнее, шире, более проторенная дорожка, более прочная связь между нейронной сетью, кодирующей мальчика, нейронной сетью, кодирующей песенку. Теперь, когда вы услышите эту песенку, вы сразу начинаете думать про этого мальчика. А возможно, даже и наоборот, возможно, даже когда вы потом встретите мальчика из-за каких-то в другую сторону направленных связей между этими двумя сетями, вы начнете вспоминать эту песенку. И, в общем-то, вот эта способность формировать ассоциации и понимать ассоциации как причинно-следственные связи, что вот раз звучит та же самая песенка, значит, может быть, где-то поблизости опять есть этот мальчик, лежит в основе обучения. И здесь классно то, что для обучения есть именно конкретные молекулярные механизмы, конкретные молекулы, которые работают как детекторы совпадений. И благодаря тому, что когда мы сформировали ассоциацию между чем-то и чем-то, у нас в мозге могут выращиваться новые синапсы, новые связи между клетками, получается, что обучение анатомически изменяет мозг. И более того, обучение может изменять мозг настолько выраженно, что это можно наблюдать прямо даже на томограмме на уровне довольно крупных структур. Про это накоплено довольно много примеров. Самый известный из них – это пример про лондонских таксистов. Если вы хотите в Лондоне стать таксистом и водить вот тот самый черный кэп, который был в кино про Камбербетча и многих других фильмах, то вам нужно сдать экзамен на здание города, во время которого вам запрещено пользоваться навигатором. Вы должны помнить 25 тысяч лондонских улиц, понимать, как построить маршрут с одной на другую. Поэтому люди, которые хотят стать таксистами в Лондоне, проходят довольно длительное обучение, долго учатся ездить по городу, вспоминать, где какая улица находится, как построить маршрут. И вот если взять людей, которые хотят стать таксистами и которые не хотят стать таксистами, и посмотреть на их мозг, сделать им томограмму, посмотреть, в частности, на гиппокамп – это отдел мозга, который связан с памятью и связан с пространственным мышлением, то никакой разницы не будет. В начале обучения все люди будут одинаковыми. Потом они у вас учатся, некоторые из них становятся таксистами, а через полтора года у вас есть уже три группы людей. Одна группа людей – это те, кто с самого начала не собирался стать таксистами и не учился и не стал таксистами. Другая группа людей – это те, кто учился и сдал экзамен и стал таксистами в Лондоне. И третья группа людей – это те, кто сначала хотел учиться, но потом у них что-то не сложилось, изменились другие планы, они в итоге экзамен не стали, таксистами не стали. И когда вы снова смотрите на их мозг и смотрите на гиппокамп, то вы видите, что в задней трети гиппокампа плотность серого вещества увеличилась на треть у тех людей, которые сдали экзамен, у тех людей, которые стали таксистами. У всех остальных плотность серого вещества в гиппокампе не изменилась. А вот те, кто стал таксистами, тренировали его настолько сильно, вырастили в себе настолько много новых связей между нейронами, что это прямо даже видно на томограмме, плотность серого вещества повысилась. Еще хорошая нагрузка для мозга – это изучение иностранных языков. Здесь вы работаете с людьми, которые пришли в шведскую контрактную армию, и их там стали учить быть шпионами, их там стали учить иностранным языкам вероятного противника с нуля. Они учили персидский, или они учили арабский, или они учили русский. И вы смотрите, что изменилось в их мозге всего за один семестр интенсивного изучения языков, а изучение действительно было очень интенсивное, потому что это армия, у вас военная дисциплина, вы в 8 утра встаете, идете на занятия, делаете домашку, кто не сделал домашку того в карцер, то есть вы полгода или год учились очень тщательно, очень интенсивно. В качестве контрольной группы были студенты-медики, студенты-медикиологи, у которых, хотя жизнь тоже тяжелая, но все-таки не настолько. И вот обнаруживается, что у тех, кто изучал языки, мозг изменился существенно сильнее, чем у тех, кто изучал нейробиологию. У них увеличилась тоже плотность серого вещества в гиппокамте, и у них, кроме того, стала толще кора. Кора головного мозга в некоторых властях, связанных как раз с языковым мышлением, с пониманием и воспроизведением языка, в частности, в нижней лобной извилине, на границе между лобной и височной долей, там, где находится зона брака, связанная вообще со способностью производить речь. Кора стала толще у тех, кто учил иностранные языки. Еще можно учить людей жонглировать. Если вы учите людей жонглировать, то у людей становится толще. Кора в зоне мозга, которая называется V5, она отвечает за моторно-зрительную координацию. Это то, чтобы вы видели, куда летит мячик, успевали вовремя протянуть руку, чтобы попоймать. Причем интересно, что такие исследования проводили и на молодых людях, и на пожилых людях, и выяснено, что кора может становиться толще даже у пожилых людей. Хотя, к сожалению, у молодых этот процесс происходит более интенсивно, этот процесс происходит более эффективно, поэтому круче чему-нибудь учиться, когда вы пока еще молоды. Это поможет вашему мозгу стать более развитым на всю оставшуюся жизнь. И вот все эти истории про то, что когда мы чему-то учимся, изменяются связи между нейронами в каком-то конкретном месте, они наводят нас на мысль о том, что, в принципе, для любого фрагмента информации где-то в мозге есть какие-то конкретные нейронные сети. Другой вопрос, что их довольно редко удается найти, потому что мозг большой, в мозге 86 миллиардов нейронов, где нейроны, которыми вы думаете про конкретного мальчика, понять сложно. Тем не менее, иногда в экспериментах сделать удается. Это возможно благодаря тому, что бывает в медицине хирургическое лечение эпилепсии. Бывает, что у человека нейроны генерируют патологическую активность, это вызывает у него судорожные припадки, это пытаются контролировать с помощью лекарств. С помощью лекарств контролировать получается не всегда. И иногда бывает, что человеку нужно сделать операцию на мозге, человеку нужно вырезать небольшой участок, нужно повредить некоторые конкретные нейроны, которые вообще-то вовлечены в генерацию эпилептического приступа. Но при этом нужно повредить как можно меньше нейронов, чтобы мозг не испортился в целом. И поэтому, когда человек готовят к такой операции, то ему сначала на несколько дней вживляют в мозг электроды для того, чтобы понаблюдать, какие именно нейроны вовлечены в генерацию приступа, а какие нейроны в нее не вовлечены и наоборот делают что-то полезное, и нужно поэтому их сохранить для того, чтобы потом делать вот эту операцию очень тонко, очень аккуратно. И когда людям по медицинским показаниям вживляют электроды в гиппокамп, связанные с памятью, то им говорят, а вот раз у вас все равно вживлены электроды, почему бы вам не поучаствовать в нашем исследовании? И люди соглашаются, потому что лучше не спорить с теми, кто будет делать вам операцию на мозге через несколько дней. Дальше людям показывают большое количество разных картиночек. Фотографии знаменитостей, фотографий достопримечательностей, фотографий животных, фотографий их родственников, знакомых, всякого разного. И иногда получается, что электроды в гиппокамп совершенно случайно удалось вживить именно в те нейроны, которые вовлечены в распознавание образа, который совершенно случайно вы догадались человеку показать во время ваших экспериментов. Просто потому, что вот так повезло среди многих-многих нейронов гиппокампа удалось случайно попасть в те, которые связаны с картинками. В частности, одного пациента так нашли в 2005 году нейроны Дженнифер Энистон. Дженнифер Энистон – это актриса, она играла, например, в сериале «Друзья». Эти нейроны активировались в ответ на любое предъявление фотографий Дженнифер Энистон, но при этом не активировались в ответ на предъявление фотографий любых других людей или там любых достопримечательностей, или змей, или пауков. И даже не активировались в ответ на предъявление фотографий Дженнифер Энистон вместе с Брэдом Питтом. Это был ее байфренд. потому что, видимо, для этого есть какие-то другие нейроны в мозге. У другого человека удалось найти нейроны Халли Берри. Халли Берри – это тоже актриса, она играла женщину-кошку. Вот они активировались в ответ на предъявление фотографий Халли Берри, а также в ответ на предъявление карандашного портрета Халли Берри, даже в ответ на надпись на текст Халли Берри, но при этом не активировались в ответ на предъявление других актрис, других кошек, других актрис в костюмах кошек и ничего такого. И такие нейроны назвали клетками концепций, их потом находили много для чего? Для магистра Йода, для Стоунхинджа, для принца Бильяма. Показали, что они активируются по самым разным причинам. Например, потому что человек подумал про это явление, или потому что ему произнесли вслух название этого явления. В общем, где-то в мозге есть конкретные нейроны для конкретных мыслительных образов. Это вызывает закономерный вопрос. Если в мозге есть конкретные нейроны для конкретных образов, то нельзя ли как-нибудь воздействовать на них, нельзя ли как-нибудь изменить их активность для того, чтобы у человека изменилось поведение? В большинстве случаев пока нельзя, потому что их сложно найти. Но иногда все-таки такие возможности есть. Например, такие возможности есть для лечения фобий. Есть люди, которые очень сильно боятся, например, тараканов, видят таракана и убегают. Люди, которые очень сильно боятся пауков, видят паука, и у них сразу, знаете, паника, сердцебиение, дрожь, руки дрожат, все очень плохо. Обычно в психотерапии это лечат с помощью экспозиционной терапии. Человеку показывают паука, человек приходит в лабораторию, там сидит паук, на него смотрит паук, он смотрит на паука, на него смотрит паук, он смотрит на паука, на него смотрит паук, он смотрит на паука. И так часами. Часами до тех пор, пока человеку не станет скучно. И когда человеку становится скучно, то у него происходит затухание вот этого павловского условного рефлекса. Довольно сложно испытывать яркие эмоции, довольно сложно бояться того, что кажется вам скучным. Но этот процесс очень долгий и довольно неприятный. Люди часто просто отказываются проходить через такое лечение, где им предстоит долго смотреть на паука. И все пытаются понять, как можно это ускорить, как можно это интенсифицировать. И здесь на первый план выходит тот приятный факт, что основной центр страха в нашем мозге, менделевидное тело, оно же амигдала, переработает, передает сигналы с помощью нейромедиатора, который называется норадреналин. И вот в мозге, вообще в разных отделах мозга норадреналин работает мало где, а вот именно в амигдале, в центре страха, очень многие нейроны общаются друг с другом с помощью норадреналина. И получается, что если вы дадите человеку лекарство, которое нарушает работу рецепторов к норадреналину, то оно особо не отразится на остальном мозге, но при этом повлияет на амигдалу, повлияет на способность испытывать страх. И что вы здесь делаете? Вы показываете человеку паука для того, чтобы включить именно те нейроны, которые связаны с страхом перед пауками и с памятью о том, что человек боится пауков вообще-то. И одновременно вы даете человеку лекарство, которое нарушает работу рецепторов к норадреналину. И выясняется, что вообще в тот момент, когда вы видите паука, у вас должно дополнительно перезаписаться, дополнительно укрепиться в воспоминании о том, что вы такой человек, который боится пауков. Но в этот момент вы нарушили искусственно работу центра страха, и перезапись этого воспоминания вы нарушили. И она не происходит нормально. Человек вроде как испугался паука, но его мозг не смог записать, перезаписать и укрепить информацию о том, что страх перед пауком был. И что происходит на следующий день? На следующий день человек приходит в лабораторию, вы ему сначала даете заполнить опросник, вы спрашиваете его текстами. Боится ли он паука? Человек про себя помнит, что вообще-то он боится паука. И он им говорит, да, я такой человек, который боится пауков. Но дальше вы ему предлагаете поведенческий тест. В поведенческом тесте у вас паука живой сидит в банке, и нужно выполнить серию заданий. Нужно посмотреть на паука, который сидит в банке. Нужно открыть банку. Нужно потрогать паука палочкой. Нужно переложить паука из банки в широкий тазик. Нужно паука в этом тазике потрогать рукой. И здесь, в этом поведенческом тесте, оценивается, на какой стадии человек откажется, скажет, что я больше этого делать не буду, потому что я боюсь пауков. Но люди, которые накануне прошли вот это вот подавление работы амигдала, пока боялись паука, они как-то к своему собственному удивлению в этом поведенческом тесте проходят гораздо дальше. Они раньше и подумать не могли о том, чтобы открыть банку с живым пауком. А тут они ее открывают и даже соглашаются приложить его в широкий тазик, и даже соглашаются к нему там прикоснуться, и даже соглашаются потом взять его в руки. Сами не понимают, почему. Говорят, вообще-то я пауков боюсь, но вот этот ваш паук какой-то миленький. А чего бы ему не быть миленьким, если, по идее, амигдала должна голосить, быть сиреной, боимся, 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 боимся. Но она этого не делает, у вас не приходит больше нормальный сигнал о том, что вы боитесь паука, и поэтому вы его не боитесь. И это позволяет быстро избавиться от фобии. Довольно классная, довольно крутая технология. Еще одна важная вещь, которую полезно знать про память, что для того, чтобы память работала хорошо, нам нужно спать. Дело в том, что вот этот вот рост новых синапсов, вот эта вот перестройка нейронных сетей, она наиболее полноценна, наиболее хорошо и качественно происходит именно тогда, когда вы спите. Одна из основных функций сна – это наводить порядок в той информации, которую вы получили в течение дня. Заново прогонять информацию по нейронным контурам, забывать то, что не важно, запоминать покрепче то, что оказалось важно. Вот если вы смотрите на функции сна на мышках с вживленными электродами, то там прямо видно. Вы можете, например, в течение дня учить мышку ходить по лабиринту, потом мышка ложится спать, и вы видите с помощью вживленных электродов, что мышка пока спит, она перепроигрывает заново те же самые паттерны активности, которые она включала во время сна в лабиринте. То есть мышке снится лабиринт, и мышка заново проигрывает те же самые контуры активности, те же самые паттерны активности, которые днем ей нужно было, чтобы ходить по лабиринту, и после того, как она поспала, она схему этого лабиринта помнит лучше. Мы, люди, тоже в течение сна проигрываем заново ту информацию, которую мы обработали в течение дня. И у нас есть разные стадии сна. У нас есть быстрый волновой сон, у нас есть медленно-волновой сон. И вот предполагается, что медленно-волновой сон как раз играет очень большую роль для того, чтобы заново перепроиграть вот эти вот воспоминания и решить, что запоминаем, и укрепить то, что мы решили запоминать. И считается, есть версия, что проблемы с памятью пожилых людей могут быть связаны с тем, что у них нарушается качество сна во время старения, что у них становится меньше вот этого медленного, глубокого, медленно-волнового сна. И возникает вопрос, что если искусственно на мозг человека навести внешние электрические импульсы, которые поспособствовали бы погружению в медленно-волновой сон, поспособствовали бы тому, чтобы у вас появлялась мозговая активность, типичная именно для медленно-волнового сна, не поможет ли это заодно тому, чтобы лучше работала память. Вот есть такая исследовательница Лиза Маршалл, один из пионеров транскраниальной эморрической стимуляции мозга, она делает это с пожилыми людьми. У нее пожилые люди приходят в лабораторию, их там просят запомнить какие-то слова, запомнить какие-то пары слов ассоциативно связанных, например, бутылка, этикетка или там бумага, конверт. То есть люди запоминают какое-то количество пар слов, потом им показывают одно слово из пары, они должны вспомнить, какое там было второе слово из пары, вам говорят бутылка, вы должны вспомнить этикетку. И люди после этого ложатся спать. Прямо в лабораторию. И ночью исследователи прокадываются в лабораторию, и когда видят по электроцелограмме, что человек попал в фазу медленного сна, они включают дополнительную транскраниальную электрическую стимуляцию на частоте 0,75 Гц, которая соответствует собственным ритмам активности мозга во время медленного лавого сна. То есть дополнительно усиливают способность мозга попасть в медленный лавой сон. Потом на следующий день человек просыпается, его тестируют, сколько слов он помнит. Все люди помнят слова чуть лучше, чем накануне вечером, потому что они все поспали. Но вот те люди, которые дополнительно получили транскраниальную стимуляцию, выясняется, что помнят слова еще лучше. Выясняется, что они в среднем на три пары слов больше вспоминают. Лиза Маршалл, к сожалению, пока что не продает шлемы для подготовки к сессии, для того, чтобы более эффективно спать во время подготовки к сессии, во время подготовки к экзаменам. Ну, потому что молодые люди, в общем-то, и так спать нормально. Здесь просто важно как-то планировать свою жизнь так, чтобы все-таки перед экзаменом поспать. Потому что если вы попытаетесь учиться всю ночь, то с высокой долей вероятности вы придете на экзамен, у вас уже ничего не вспомнится. Все вылетит за головы. Спать все-таки важно. Но, может быть, когда-нибудь будут шлемы для улучшения нашей памяти тоже. Пока что она работает с пожилыми людьми. Она проверяет, как можно наиболее эффективно улучшать память пожилым людям. Но понятно, что на людях сильных вмешательств осуществить не получается, если им оживляют электроды только по медицинским показаниям, если им применять транскраниальную стимуляцию, то она тоже не такая уж интенсивная. А вот с животными вы можете делать как раз-то более клевые штуки. Вы можете сделать хитрое, сложное, генно-модифицированное животное с следующей хитрой, сложной схемой. Мы знаем, что у нас есть белок, который называется цифоз, который производится в нейронах, когда эти нейроны чему-то учатся. И мы дальше делаем такую генетическую конструкцию, чтобы в тех клетках, в которых производился белок цифоз, одновременно производился белок, который называется каналородопсин, который чувствителен к свету. То есть, те клетки, которые чему-то учатся, они одновременно производят и встраивают в свои мембраны такой белок, который чувствителен к свету, чтобы дальше вы могли светить на мозг мышки и активировать эти ее нейроны. Если бы такая схема работала всегда, то она бы не принесла вам никакой пользы, потому что мышка постоянно чему-то учится всеми своими нейронами. Поэтому там еще есть хитрый контроль с помощью лекарств, которые позволяют обычно держать систему выключенной, а включать эту систему, когда вы убрали лекарства и перестали их давать мышке, в тот момент, когда вы конкретно дали ей какое-то поведенческое задание. мышка приходит в комнату новую для нее, мышку там бьют электрическим током, мышка запоминает, что эту комнату нужно бояться. И благодаря тому, что это сложным образом генномодифицированная мышка, прямо в этот момент у нее вырабатывается белок СФОС в тех конкретных нейронах, которыми она конкретно запоминает, что нужно бояться эту комнату. И при этом у нее в этих же нейронах, из-за того, что она хитрогенетически модифицированная, вырабатывается каналыродапсин, встраивается в нейроны. После чего вы обратно начинаете давать мышке лекарства, которые блокируют работу этой системы, и у вас все остальные нейроны мышки остались неизменными, кроме тех конкретных, которые в этот короткий промежуток времени были вовлечены в обучение. В них появляется светочувствительный белок. Дальше вы можете действовать с помощью света, с помощью лазера, с помощью оптоволокна на мозг мышки и активировать у нее именно те нейроны, которые запомнили, что в этой комнате нужно бояться электрического тока. Мышка, когда вы это делаете, начинает пугаться, замирать, забиваться в угол, бояться. Это само по себе впечатляюще, но это еще не так впечатляюще. Дальше вы можете эти конкретные нейроны, которые вы маркировали участвующие в обучении, вы можете еще и перезаписать на них информацию. Вы берете мышку, помещаете ее в новую комнату, активируете ее с помощью света, голубого, лазерного, те же самые нейроны, но при этом мышку не бьете током, а происходит с ней что-нибудь приятное. Чаще всего приятное это секс для взрослых мышек. У вас мышка-самец, она встречается с мышкой-самкой, ей приятно, при этом вы активируете ей те нейроны, из-за активации которых раньше ей было неприятно. И мышка начинает радоваться. И мышка записывает новые воспоминания о радости, перезаписывает воспоминания о радости на те же самые нейроны, которые раньше участвовали в страхе. И дальше, когда мышка у вас уже одна в комнате, вы активируете эти нейроны, мышке все нравится. Вы можете сделать ей возможность самой стимулировать эти нейроны путем нажимания на кнопку. Мышка будет постоянно сама себе стимулировать нейроны, нажимая на кнопку, потому что ей нравится, ей приятно испытывать это чувство. Или если вы сделаете так, что эти нейроны активируются в каком-то конкретном углу клетки, мышка будет теперь больше времени проводить в этом углу клетки, потому что активация этих нейронов доставляет ей радость. На людях мы такого делать не можем пока, не факт, что сможем в последнем будущем, но, тем не менее, в принципе, это возможно. В принципе, мы знаем, что в мозге есть нейроны, отвечающие за обучение каким-то конкретным вещам, они изменяются, и обучение таким образом работает. Что касается нас, людей, то у нас, у людей, с обучением все существенно проще. Мы можем на него влиять гораздо более простыми способами. Во-первых, собственно, в принципе, каждый раз, когда мы что-то учим, мы вовлекаем нейронные сети, которые в это вовлечены. Каждый раз, когда мы что-то запоминаем, у нас немножко анатомически изменяется мозг. Это то, чем можно управлять целенаправленно. Если вы хотите поминать ваш мозг, начинайте чему-то учиться. Во-вторых, если вы хотите что-то выучить, то важно это повторять. Потому что каждый раз, когда вы это повторяете, вы прогоняете снова и снова нейронные импульсы по тем же самым нейронным контурам. И те же самые нейронные контуры у вас таким образом снова и снова активируются. Это каждый раз повышает вероятность того, что в них начнут вырабатываться все вот эти молекулы, циклический аденозимонофосфат, протеинкеназа А, КРЕП, все молекулы, которые нужны для того, чтобы запустить анатомические перестройки в мозге, запомнить что-то твердое. Кроме того, люди учатся лучше тогда, когда они спят. И если вам важно что-то выучить, то имеет смысл повторить это перед сном. А потом выспаться, это поможет правде тому, чтобы это запомнить. И еще полезно иметь достаточно физической активности, полезно ходить гулять, полезно заниматься спортом, кататься на велике, бегать, играть в бульминтон. Потому что все это усиливает кровоснабжение мозга и таким образом способствует тому, чтобы у мозга были ресурсы на то, чтобы растить в себе новые связи между нейронами. Это все история сложная, длинная, запутанная. Рассказывать ее в студии в рамках короткой лекции хаотично. Но если вдруг вам интересно, то имейте в виду, что я пишу намного лучше, чем говорю. И все, что я рассказывала, описано у меня в сиреневой книжке, которая называется «Мозг материален». Спасибо.